Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Лечебное голодание. Поможет ли акция нардепа от самопомощи решить проблему львовского мусора? Визит одной встречи. Чего ждать от общения Петра Порошенко с Дональдом Трампом? Дело млада олигарха. Кому теперь будет принадлежать одесский НПЗ Беклова Сергея Курченко? Готовься они летом. Что делать, если вашу котельную отключают за долги? Во Львове снова взывают о помощи. На этот раз мэр собрал тяжелую артиллерию, всю местную чиновничью рач, чтобы в полном составе обратиться теперь уже не только к президенту, но и премьеру, но и к народным депутатам с требованием вывести мусор из города. И этот призыв не остался без внимания парламентариев. Даже привел к радикальным действиям одного из них. Но об этом позднее. А сейчас о ситуации в городе. Все подробности узнаем от Галины Якушко. Утро понедельника городской голова Львова начал с экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пригласил руководителей пяти райадминистрации, главного медика Львова и других чиновников. Те доложили, мусор из города не вывозят уже полтора месяца. На улицах скопилось около 8500 тонн отходов. И чтобы их убрать понадобится 850 мусоровозов. Позаседали и решили в очередной раз обратиться к президенту, премьеру, секретарю СНБО. И на этот раз к парламентариям с просьбой помочь очистить город. Мы сегодня обратились персонально к всех депутатов Верховной Рады. Потому что уряды подзвитные Верховные Рады. Что они схаменулись. Потому что они государственные чиновники. Они должны работать и выполнять законы Украины. А не заниматься политическими... Даже не знаю, как слово назвать. На заявление Садового в очередной раз отреагировал премьер. Владимир Гройсман был краток. Заявил, готов, мол, дополнительно выделить 50 миллионов гривен на обустройство нового полигона для отходов областным властям. Если они способны реализовать то, что не смог мэр Садовый. Я готов внести пропозицию уряду. Выключением с резервного фонда 50 миллионов выделить области на будильство нового полигона с природкой. И возьмите, сделайте. Если они не могут это сделать. Или наоборот. В принципе, попросить у местной влады график. Сколько им нужно времени, чтобы достаточно решить это вопрос. Но пока в мэрии не до графиков. Она просит горожан сортировать отходы, чтобы в первую очередь вывозить хотя бы гниющую органику. А главный юрист Горсовета Хелена Паенкевич пообещала заявить о бездеятельности центральных органов власти. В правоохранительные органы. На кого лично будут жаловаться на премьера президента или секретаря СНБО, подопечная Садового не уточнила. Галина Якушки, Ригелбинка. Подробности телеканал Интер-Львов. Голодным методом решил спасать город глава фракции «Самопомич» Олег Березюк. В знак протеста прямо на согласительном совете Рады он объявил голодовку. Как реагируют его коллеги по парламенту и насколько уместен такого рода перформанс от представителя законодательной власти? В материале Ирины Романовой. На предпоследние перед каникулами сессионная неделя планируют рассмотреть четыре блока вопросов. Завтра финансовую информатизацию. В среду ратификацию. В четверг налоговые таможены. Возможно, успеют проголосовать и судебную реформу. Фракция партии «Блок» Петра Порошенко закликает поддерживать проект закону про изменения господарского, цивильного и административного кодекса 62.32. Также больше не можно провалить голосование закону про конституционное проважение. Лидер самопомощи откликнулся на призыв львовского мэра. Говорит, мусорную проблему его родного города превратили в средства давления. И чтобы помочь, готов к радикальным действиям. Поддерживая львовцев, я как человек, лекарь и народный депутат Украины принял экстраординарное для себя решение. Я оголошу голодование. Нардеп сразу же покидает зал заседания и в коридоре объясняет журналистам. Генеральная прокуратура подала в суд. Суд заборонил использование сметтезвалища. Держава не дала другой альтернативы. Я принял личное решение под креслою. Я принял личное решение, потому что это мое здоровье. И каждый человек должен принимать это решение. А фракция, я надеюсь, будет работать. Спустя полчаса в фейсбуке появилась фотография одинокий Березюк на ступеньках администрации президента. Голодась нардеп собирается здесь, пока центральная власть не поможет Львову решить его проблему. Коллеги по парламенту к такому решению отнеслись по-разному. Я считаю, что у Олега Березюка были все основы оголошить голодование против политических репрессий, которые используются против партии Самополич. Дуже прикро, что вопрос, которое нужно решить городской владею, которое никто не позволяет решить городской владею, на жаль, политизируется. Говорили сегодня на согласительном совете о судьбе всех регионов, где уже три года идет АТО. В частности, законопроекции под рабочим названием о реинтеграции оккупированных территорий, которые инициировали в СНБО. Документы изменят формат АТО и позволят задействовать вооруженные силы Украины без объявления войны, рассказывают в президентской фракции. Антитеррористическая операция, как такая, закончила свою фазу. Мы не оставим эту территорию, мы не отрезаем ее, мы не делаем их изгоями. Мы направляем все свои силы и закрепляем это на законодательном уровне на реинтеграцию и повернение этой территории и тех людей. У оппозиции свое видение считает, что необходимо придерживаться минских договоренностей. В последние недели было очень много противоречивых заявок с боку высшего коронавируса государства относительно конфликта на дороге. Позиция нашей фракции с самого начала переговора в Минске была поддержка этих переговоров. Мы считаем, что переговорный шлях с сокращением, чтобы открыт военный конфликт. Готовый законопроект сначала рассмотрят в СНБО, потом на заседании Минской группы и передадут в парламент. Проголосовать его, надеются, до конца этой сессии. Ирина Романова, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности. Телеканал Интер. Свою позицию относительно инициатив, связанных с реинтеграцией Донбасса, выразил и народный депутат от оппозиционного блока Сергей Левочкин. По его мнению, политсила поддерживает все действия, которые приведут к деэскалации и урегулированию конфликта, но они должны быть согласованы в нормандском формате и ни в коем случае не носить провокативный характер. В оппозиции также против законодательных инициатив, ограничивающих права людей, в том числе путем введения военного положения. Вот любые новшества, направленные на улучшение жизни и безопасности людей, живущих в зоне конфликта, в ОПА-блоке поддержат. Ну давайте вернемся к мусорной голодовке Березюка. Наш корреспондент Александр Васильченко сейчас находится возле администрации президента, на ступенях которой, собственно, и протестует народный депутат. Саша, здравствуй, ты общался с Березюком, что он тебе рассказал? Добрый вечер, Наталья, а нардеп Олег Березюк сегодня целый день находится на территории администрации президента. Голодовку, напомню, он объявил сегодня на согласительном совете Верховной Рады. После этого отправился на банковую. Уточню, что именно сегодня президент и часть его аппарата улетели в Соединенные Штаты. С собой у Березюка нет еды, только вода. Позже, после согласительного совета, к нардепу присоединились и его коллеги по фракции. Сюда они пришли практически всем составом. Но сейчас их не больше десяти. Некоторые приходят, некоторые уходят. Нардеп заявил, будет находиться возле администрации президента, пока власть не выполнит его требования. Совпадением, то, что президент Петр Порошенко полетел с рабочим визитом в Соединенные Штаты и начало своей голодовки, не считает. Как сообщил из АП, в течение дня к нему никто не выходил. Единственный, кто общался с Березюком, комендант администрации. Он поинтересовался, где нардеп планирует ночевать. Ну, з чиновников, никто не выходил. Комендант, вот, щойно був годину тому, запитал, как я буду ночевать. Дуже милая, хорошая людина. Я ему показал место, где я буду ночевать. Все хорошо. Где вы будете ночевать? Тут, на сходах, буду ночевать на сходах администрации президента. Якщо через месяц вас не хочет? Это не реально месяц, потому что вы знаете, сколько человек может витримать без їжи. Вы полностью не будете ехать? И я пью воду. До конца голодовки Березюк планирует быть под АП. На заседании парламента временно ходить не будет. Мы продолжаем следить за развитием событий. Будем сообщать о новых подробностях. Наталья. Спасибо, Саша, Александр Васильченко, об голодовке нардепа Березюка под администрацией президента. И я повторю, Петр Порошенко вылетел сегодня в американскую столицу. Программа у него насыщенная, но по сути это визит одной встречи, дебютной встречи с Дональдом Трампом. В Соединенных Штатах глава украинского государства встречает Дмитрий Анопченко. У него узнаем все детали. На расположенной в окрестностях Вашингтона военно-воздушной базе «Эндрюс», куда традиционно прибывают главы государств, прилетающие в Вашингтон с визитами, нам сообщили, что все пройдет без особых формальностей. Не будет ни почетного караула, ни кортежа мотоциклистов. Протокольные мероприятия сокращены до минимума. Ведь по договоренности между Киевом и Вашингтоном это будет рабочий визит. Сама формулировка «визит рабочий» и определяет то, что будет происходить в эти дни в Вашингтоне. Деловое общение без ненужных официальных церемоний. Сразу по прилету президент встретится с украинской диаспорой, с украинцами, живущими в Америке. Это будет вечером по Вашингтону, в Киеве это уже будет ночь. Ну а дальше вторник, день официальных встреч на высшем уровне. Будут переговоры в Конгрессе. Украинские дипломаты обращались с просьбой о встрече к лидерам обеих палат, и Сената, и Палаты представителей. Запланирован разговор с вице-президентом Пенсом, а затем рассчитывают на встречу тет-а-тет с президентом Трампом. Отмечу, что официальная программа пребывания президента Порошенко в Соединенных Штатах в этот раз не разглашается ни украинской стороной, ни самими американцами. Вот даже в госдепе нам сегодня утром отказали в каких бы то ни было комментариях. Как неофициально пояснили мне украинские дипломаты, все дело в том, что программа до сих пор согласовывается. Ну вот даже в тот момент, когда самолет президента был уже в воздухе. Мол, визит рабочий, и пытаются по максимуму организовать и добавить встречи для того, чтобы он был максимально насыщенным. Ну и кроме того, некоторые встречи могут сдвинуться по времени, и поэтому пытаются избежать спекуляций, что, мол, что-то идет не по плану. Из того, что нам известно, в последний день визита в среду президенту готовят встречи в международных организациях. Возможно, это будет в том числе и МВФ. Публичных выступлений в этот раз не планируют. А из официальных вашингтонских встреч Петра Порошенко отмечу еще и запланированные переговоры с министром энергетики Соединенных Штатов. Речь пойдет о противодействии проекту «Северный поток-2». Тема для Украины жизненно важная. И лично убедить штаты действовать решительно как раз уровень президента. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Завышенные тарифы в платежках за коммунальные услуги недопустимы. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селектором совещании с главами областей. В Кабмине также готовят изменения в госбюджет, чтобы направить в регионы 15 миллиардов гривен для выплаты субсидий. Правительство ожидает, что нардепы примут нововведение уже в ближайшее время. Премьер также заверил, что подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону идет полным ходом и он пройдет стабильно. Но, тем не менее, от централизированного отопления уже начали отключать населенные пункты, детские сады, школы и больницы. Под угрозой остаться без магистральной трубы оказались и многоквартирные дома. В чем же причина, давайте узнаем. Жители Покатиловки обсуждают новость, которая их повергла в шок. Котельные, обеспечивавшие теплом поселок, уже закрылись. Будущей зимой топить не будут. Жителям предлагают перейти на автономное отопление. Нас просто поставили перед фактом, что тепловые сети не смогут больше обслуживать наш поселок. У нас тариф по поселку 46 гривен был в этот отопительный сезон. Люди перестали платить. Оплата всего лишь 8%. Люди уже подсчитали, во сколько им обойдется индивидуальное тепло. Нужно купить, поставить двухконтурный котел. По двухконтурный котел старые батареи не пойдут, их заменяет замена полностью батареи. Документация плюс работа. По нашим подсчетам это где-то в районе 45-50 тысяч гривен. Вот это взять откуда-то и сделать, чтобы в следующей зиме у тебя дома тепло было. Но таких денег у людей попросту нет. Даже если взять кредит, возвращать его пенсионерам нечем. Как я их верну? За что? Чем я должна буду платить? Мы здесь все. Вот у нас дом вот этот вот. Одни пенсионеры. Откуда они могут взять? Откуда? Татьяна Кудрицкая показывает свою сырую квартиру на первом этаже. Женщина разводит руками. Заменить отопление самостоятельно она не в силах. Как хотите, так и отапливайтесь. Я не знаю, что это будет вообще. Это будет... Ну все попадает, я не знаю, под сырень, грибок. Откуда взялись долги, люди не знают. Показывают свои платежки. Долгов перед теплосетями нет. Месяц, месяц, да, я оплачивала все счета. Подобная картина по всей стране. Тепловики объясняют. Этой зимой нафтогаз, нарушая постановление Кабмина, два месяца затягивал выделение лимитов. Тепло коммунэнерго не могли отключать жилые кварталы и инфраструктуру в мороз. Исправно топили. А через два месяца получили от нафтогаза завышенный в несколько раз счета. С учетом штрафных санкций. Так было, к примеру, в Ивано-Франковской области. Споживание газа было порядка на 20 миллионов гривен. После того, как лимиты не выделены, эта сумма переростает, в связи с коэффициентами, с использованием рынкового ценного газа, переростает в 50 миллионов гривен. Таких денег, конечно, в нашей компании нет. И впечатление такое, что в НАКО есть права, а в теплопостачальных организациях есть просто обязанности. В разных городах то и дело вспыхивают акции протеста. Недавно против закрытия котельных протестовали в Лубнах Полтавской области. Погасить миллионы долги перед нафтогазом тепловики не в состоянии. А пострадают от желания монополистов из нафтогаза получить сверхприбыли жители города и поселков, которые следующую зиму встретят, вероятно, с холодными батареями. Ольга Иванченко, Юрий Красновский, подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Одесский суд, наконец-то, вынес приговор по делу Одесского нефтеперерабатывающего завода, который, я напомню, принадлежал олигарху-беглецу Сергею Курченко. Как написал на своей странице в Фейсбук генпрокурор Юрий Луценко, теперь все имущество этого завода будет конфисковано и перейдет в собственность кабинета министров. В свою очередь прокурор Одесской области сообщил о том, что схемы молодого олигарха, или, как его еще называли, Кармана Януковича, нанесли государству ущерб на сумму 2 миллиарда гривена. Однако приватизация НПЗ по рыночной цене позволит не только, по его словам, компенсировать эти убытки, но и получить прибыль. Это больше, чем 77 гектаров земли. Это виробничьи потужности. Это иное майно. Но, в основном, он стоит больше, за попарадными подрахунками, больше, чем 200 миллионов долларов. Ну, если с одним из активов Кармана Януковича Курченко разобрались, то что делать с конфискованными миллиардами самого беглого президента? В Народном фронте, например, предлагают закатать их в стену, точнее, направить на завершение строительства так называемого евровала на украинско-российской границе. Мы вымогаем спрямовывать на облаштование кордона 500 миллионов гривен, числа костей повернуть за судом в решение про спецконфискации грошей, вкраденных режимом Януковича. А вот нардеп Сергей Каплин считает, что с таким подходом украинцы могут попрощаться с миллиардами Януковича. На проект «Стена» регулярно выделяются деньги, по его словам, из госбюджета, но за три года возвели сооружение лишь в Харьковской области. Да и то, все, что сделано, это жалкое подобие обещанного. Лидер социал-демократов убежден, что за счет украденных средств нужно поднять пенсии украинцам, иначе политиков ждут масштабные акции протеста. И что ни президент, ни премьер, ни адекватные нардепы в парламенте не должны допустить этого червого шабашу Яценюка и его оточения. А вот что ждет рядовых украинцев, нас с вами. Кабмин спрогнозировал курс доллара до 2020 года. Сценарий курсовых колебаний отображен в бюджетной резолюции, обнародованной на сайте Верховной Рады. Согласно прогнозам Кабмина, в этом году средняя годовая стоимость зеленого составит 27 гривен, 80 копеек. В следующем году 29 гривен 30 копеек, а уже в 2019-м 30,5 гривен. И, наконец, в 2020-м за доллар придется выложить 31 гривню. В зоне АТО двое украинских военных получили ранения за минувшие сутки на Луганском направлении. Основные боевые действия ведутся сейчас на участке Крымская, Троицкая. Семь раз опорные пункты армейцев оказывались под огнем. Противника все подробности расскажет Ирина Баглай. Терекон прямо перед нами. Вот приблизительно спад него работает паноминомет. Сегодня уместник. Земля тверда. Спалено. Вот такими воронками усеяно все поле. Позиции армейцев боевики практически поливали дождем смертоносного железа. Два попадания и блиндаж разбит. Пехотинцы во время обстрела не прятались в укрытии, а держали линию от прорыва вражеских штурмовиков. Это и спасло им жизнь. Прилет, полблиндажа снесли. И вот, 122-я. Прямое попадание в блиндаж, но в тот момент никого не было. Команду почуете. Потому что это отрезок участок, это опасно. Дуже. Преодолев открытое поле, с нулевого рубежа можно рассмотреть даже окраину Луганска, захваченного российскими наемниками. Но самым ближним укрепрайоном боевиков остается село Желобок. Там наемники засели в частных домах. Артиллерия боевиков уже давно работает в связке с беспилотниками. Их вылеты пехотинцы фиксируют по несколько раз за день. И если в районе Бахмутской трассы на Луганском направлении наших армейцев и боевиков разделяют несколько сотен метров, то в Авдеевской промзоне враг пытается под минометный обстрел зайти уже в ворота, прямо на позиции военных. Там противник пытается подкопаться под зданием, окопается, там где-то до красного здания, как вы можете видеть на красную стенку, там практически находится наш противник. Войны еще подлезают, группа ДРГ как бы повзает, может ставить растяжки. Как по иронии судьбы, сами расставляют ловушки и сами же в них попадают, целясь снарядами по нашим военным. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности, телеканал Интер. Боевики так называемых ДНР и ЛНР совершают массовые казни на оккупированной части Донбасса. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре. Информацию прокурорам предоставили украинцы, побывавшие в плену боевиков. Уже допросили более 900 потерпевших, которые подвергались пыткам и истязаниям. По словам пленных, они были свидетелями убийства более 130 украинских военных и гражданских лиц. Идентифицировали пока только 13 погибших. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, в Ираке. Правительственные силы штурмуют Масул. В Сирии американские ВВС сбили самолет армии Асада. Иран обстреливает исламское государство баллистическими ракетами. Все подробности узнаем от Сергея Услендера. Самолеты сирийских ВВС бомбили позиции курдского ополчения вблизи города Ракка. Когда внезапно появившийся над полем боя американский F-18 атаковали сирийцев и сбили один Су-22. Обычно сирийская авиация воздерживается от атак на курдов. Но как только ситуация изменилась, американцы немедленно отреагировали. Сирия сразу обвинила Вашингтон в пособничестве террористам. Дамаску вторит Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором призвал уважать территориальную целостность Сирии. Российские военные меняют правила открытия огня. Отныне все воздушные цели к западу от Ефрата будут рассматриваться как враждебные. Тем временем иранские военные нанесли по территории Сирии ракетный удар. По заявлению Тегерана он пришелся по позициям исламского государства. Это рев ракет корпуса стражей исламской революции, направленных на командные центры исламистов провинции Дейр-Аль-Зур в Сирии. Тем временем курдские отряды, несмотря на бомбардировки сирийских ВВС, развивают наступление на Ракку, столицу халифата. На ближних подступах городу начались активные боевые действия. Курды продвигаются медленно. Каждый метр приходится преодолевать с большим трудом и с потерями. Террористы используют даже импровизированную авиацию. Когда мы слышим характерный звук, это тарахтят дроны террористов. Мы сразу прячемся, пережидаем, потом двигаемся дальше. Ситуация благоприятная, мы продвинулись довольно далеко и в отряде нет даже раненых. А в соседнем Ираке правительственные войска начали финальный штурм Масула, главного оплота исламистов на территории этой страны. Есть опасения, что в результате штурма старый город Масула, археологический и архитектурный памятник, будет разрушен или как минимум сильно поврежден. В городе идут ожесточенные уличные бои. Иракская армия активно применяет тяжелую артиллерию и танки. С воздуха наступление поддерживает авиация коалиции. Вообще штурм Масула по плану должен был завершиться еще два месяца назад. Но из-за ожесточенного сопротивления террористов темпы пришлось изменить. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части выпуска. Очередная атака в Лондоне. Кто напал на мечеть с призывами убивать мусульман? Е2-Е4, как выглядит парламентский расклад после последних выборов во Франции. Масштабный пожар в Португалии. Десятки жертв и пока стихия не сдается. Трехдневный траур объявлен в Португалии в память о погибших в результате масштабных лесных пожаров в округе Педрогао-Гранде. По предварительным данным жертвами стихии стали 62 человека. И пока борьба с огнем не выиграна. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Евросоюз готов помочь Португалии справиться с лесными пожарами. Самолеты для тушения огня уже направили Франция, Испания. Всю необходимую технику готовы предоставить и другие страны ЕС. Пожарные самолеты Португалии очень нужны, по данным СМИ. На момент возгорания у страны были всего лишь две подобные машины. Клубы густого дыма и охваченный огнем лес. Кадры снятые с воздуха только подтверждают оценку португальских властей. Таких масштабных пожаров в стране не было много лет. С огнем сотни пожарных борются уже третий день, но пока им удалось только локализовать стихию. Наша боль безгранична, как и солидарность с родственниками погибших. Десятки унесенных жизней в результате пожара – это беспрецедентная трагедия в истории Португалии. Более 60 погибших – это предварительные официальные данные. Люди сгорели заживо, спасаясь на авто от пламени. Трассу, по которой они пытались выбраться из зоны бедствия, уже назвали дорогой смерти. У нас каждый год весные пожары, но такого я еще не видел. Так много погибших и до сих пор лес горит. И это якобы был не поджог. По предварительным данным, пожар начался из-за удара молнии. Она попала в сухое дерево, а потом в условиях жары и сильного ветра огонь быстро охватил лес. Но пока это только версия. Татьяна Лагунова, Геннадий Никейенко. Подробности – Европейское. Бюро телеканала «Интер». Жители Лондона, которые еще не пришли в себя после пожара в многоэтажке, в результате которого погибли 79 человек, снова подверглись атаке. На этот раз неизвестные напали на мечеть. Почему трагедию пока не квалифицировали как теракт, узнаем у Светланы Чернецкой, нашего сапкора в Лондоне. Полиция, медики, спасатели и психологи. Не менее ста специалистов отправили на экстренный вызов в лондонский район Финсбери-парк. Дежурному сообщили – теракт. Водитель фургона намеренно резко свернул влево и врезался в толпу людей. Он кричал «Я хочу убить всех мусульман!» слово в слово. Это случилось за полночь, когда мусульмане возвращались с ночной молитвой. Сейчас у них священный месяц Рамадан. Пожилому человеку стало плохо. Возле него собралась группа людей, пытались помочь. В этот момент на тротуар и вылетел фургон. Мужчина умер. До сих пор непонятно, из-за проблем со здоровьем или в результате нападения. Еще 10 человек получили травмы. К приезду полиции водителя успели задержать прохожие. От самосуда его спас имам. Нападавший выглядел безразличным. Он совершенно не обращал внимания на происходящее. А когда его забрали в полицейскую машину, улыбался. 48-летнего нападавшего отправили в больницу. После обследования его переведут в тюремную камеру. Пока ему выдвинули обвинение не в теракте, а лишь в покушении на убийство. Некоторые очевидцы уверяют, водитель был не один. Еще двоим подельникам удалось сбежать. Но у полиции других подозреваемых нет. Место трагедии посетили премьер Терезе Мэй и лондонский мэр, мусульманин Садик Хан. Мы отозвали полицейских из отпусков. Направлены дополнительные подразделения для охраны мечетей, чтобы люди видели, что они защищены. Это напоминание о том, что терроризм и ненависть могут принимать различные формы. Однако наша готовность бороться с ними не должна зависеть от того, кто именно несет ответственность за то или иное преступление. Если полиция подтвердит, что это теракт, то нападение в Финсбери-парк станет четвертым за последние четыре месяца. В трех случаях водитель фургона намеренно врезался в толпу людей. К тому же Лондон все еще приходит в себя после масштабного пожара в столичной многоэтажке. Сегодня полиция сообщила, что количество погибших увеличилось до 79 человек. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. И как только что сообщили британские СМИ, мужчину, напавшего на верующих возле мечети, уже идентифицировали. Его зовут Даррен Осборн. По уточненным данным ему 47 лет и он родом из Кардифа. Тем временем в Париже проходит спецоперация. На Елисейских полях неизвестный на легковом автомобиле протаранил фургон полиции. После удара машина нападавшего загорелась. Полицейские открыли огонь и смертельно ранили водителя. Мужчина был вооружен. В его машине обнаружили автомат Калашникова, два пистолета и бутылки с зажигательной смесью. Кроме водителя пострадавших нет. Полиция оцепила Елисейские поля и закрыла две ближайшие станции метро. На месте инцидента сейчас работают взрывотехники. И сегодня же во Франции подвели итоги парламентских выборов. Больше всего мандатов получит президентская партия вперед. Впрочем, у политсилы не столь большой перевес, как прогнозировали. Все подробности узнаем от Елены Абрамович. Историческое голосование, новая политическая эра, безусловный триумф. Всякими заголовками вышли сегодня французские газеты. Социалисты и республиканцы, которые чередовались у власти в течение десятилетий, утратили позиции. У них 44 и 131 место соответственно. В то время как центриста Макрона удалось заполучить 350. Хотя это меньше на четверть, чем неделю назад прогнозировали аналитики. Но больше, чем нужно для большинства в парламенте. Порог в 308 голосов они преодолели. Впервые в правящей партии будет порядка 40% женщин. Такое количество женщин приблизит Францию в Европейской лиге к скандинавским странам. Это большой скачок для страны. Во-вторых, возраст. Сейчас средний показатель 60 лет. Новая ассамблея значительно уменьшит эту цифру. И динамика действительно может измениться. Возможно, будет более дисциплинированный подход к заседаниям в комитетах. Ведь иногда мы видим полупустые залы. Макрон пообещал изменения и в вопросе финансирования партии. Ведь львиная часть бюджетных денег теперь окажется в распоряжении именно его полицилы. В то же время Марин Лёпен, которая весной сражалась с Макроном за пост президента, пообещала бороться за изменения избирательной системы. С мажоратарной на пропорциональную. Чтобы уравнять шансы всех полицил. Лёпен удалось попасть в парламент. Это была ее пятая попытка. Но национальный фронт получил всего 8 мест в ассамблее. И это при том, что во время президентской гонки в первом туре Лёпен отставал от Макрона всего на несколько процентов. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Антимонопольный комитет взялся за лотерейный рынок. Проверят, есть ли там конкуренция. Причиной стало постановление Минфина о новых правилах получения лицензии на выпуск и проведение лотерей. В комитете министерские новшества пока не согласовали. Ведь они позволяют выйти на лотерейный рынок только госбанком, либо компаниям с 10-летним опытом. А таких в Украине всего лишь три. Это ОНЛ, МСЛ и Патриот. Причем последние две уже не работают, поскольку их внесли в санкционный список, связав с российским бизнесом. Новыми субъектами могли быть те субъекты, которые 10 лет работают на рынке. Единственные субъекты, на которых не расширяются зазначенные критерии, есть государственные банки. На сегодня комитета нет информации, почему государственные банки имеют эту преимущество. Прекратить незаконную добычу песка в селе Кодосеевка под Киевом требуют активисты стоп-коррупции. С таким заявлением общественники обратились в Генеральную прокуратуру. По их данным, карьеры организовали руководители предприятия «Аргентум плюс». Территория, где добывают песок, захвачена. Разрешений на проведение работы компании нет, говорят активисты. Они уже обращались в национальную полицию. Там открыли уголовное производство, но следственные действия не проводят. Экологическая бомба замедленного действия в городской черте, курортной Одессы, нелегальный полигон стройматериалов и бытового мусора. Местные жители уже устали писать жалобы в различные инстанции и пожаловались на бездействие городских чиновникам-журналистам. Все подробности узнаем от Андрея Анастасова. Так называемые поля орошения на окраине Одессы, пустырь площадью 15 гектаров. Эти болотистые земли, по идее, должны работать как естественный биологический фильтр, очищать сточные воды. Но сейчас они выглядят вот так. Повсюду горы строительного мусора. Сюда его нелегально свозят грузовиками. Тонны земли в перемешку с бытовыми отходами выдавливают грунтовые воды в расположенные рядом с полями жилой район. Результат – потопленные подвалы и подворья. То есть сообщающиеся сосуды. Если там почвы становится больше, она вытесняет воду, вода поднимается здесь, соответственно. Сырость плеси на стенах в огороде теперь растет один камыш. Татьяна Кардашенко показывает, как нелегальная свалка превратила ее жизнь в сущий ад. Смотрите, видите, это можно тут жить людям, детям. У соседки Алены Ивановой еще хуже. Вода стоит и во дворе, и в гараже, и прямо в доме. Точно так же вот там вот везде по домам вот так купаться можно, ванну принимать. И вот рушится он весь по периметру, все сыпется. Вот кадры, снятые два месяца назад. Водители, не стесняясь, выгружают строительный мусор на полигон до 300 машин в сутки. Тогда, после скандала, грузовики на время исчезли, но теперь, говорят люди, появились снова. Они днем прекращают, чтобы их не было видно, они по ночам работают. Как все-то утрясется, опять начнется вся эта счастье. Жители частного сектора возмущаются, неужели нет управы на нерадивых коммерсантов. Чиновники из экологической инспекции говорят, постоянно фиксируют эти нарушения, составляют акты, письма направлены в полицию, прокуратуру. А ответственность, мол, в первую очередь несет Суворовская райадминистрация Одессы, на территории которой расположен участок. Местные органы самоуправления, к которым мы тоже обращались, согласно закону про отходы, они должны были принять меры. Однако в одесской мэрии сообщили, с нелегальными перевозчиками мусора борются как могут, но за всеми, дескать, не уследишь. Расписавшись в собственном бессилии, подопечные мэра Труханова предложили оригинальное решение разбить на этой территории парк, чтобы никому и в голову не пришло сбрасывать здесь отходы. Но и чиновникам, и горожанам очевидно, на рекультивацию этой территории уйдет не один год, а груды мусора с каждым днем становятся все больше. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. А полицейских машин в Киеве все меньше. Сегодня разбили еще одно об этом, сообщается на странице интернет-портала Киевоперативной в Фейсбуке. По данным издания, произошло это рано утром в Голосеевском парке столицы. Один из очевидцев говорит, что никакой погони не было, нет и пострадавших. Мы обратились в полицию Киева, чтобы узнать все детали, но там отказались комментировать эту ситуацию. Я напомню, в конце 2016 года, согласно данным Департамента патрульной полиции Украины, только в Киеве были разбиты 150 машин-правоохранителей из 235 существующих. А в конце прошлого года стало известно, что полиция закупила новые машины, около 600 штук. Один такой кроссовер обошелся государству более чем в полтора миллиона гривен. Как выяснили журналисты, в целом за авто переплатили более 9,5 миллионов долларов. В Париже стартовал один из самых значимых авиасалонов «Лебурже». Его лично открыл президент Франции, прибыв в знаменитый аэропорт на военно-транспортном самолете. В течение недели на выставке презентуют около 130 крылатых машин из различных стран. Украина покажет новый грузовой Ан-130Д, который разработала и изготовила предприятие «Антонов». Наш борт примет участие в программе демонстрационных полетов. Как родить за миллион долларов и как получить право на бесплатные перелеты на всю жизнь. Об этом и не только в нашем обзоре. Секретные роды на миллион долларов. Бейонсе опять стала мама. Американские СМИ сообщают, что поп-дива родила двойняшек в больнице Лос-Анджелеса еще неделю назад. По некоторым данным, роды обошлись в миллион долларов. Родители 35-летняя Бейонсе и 47-летний рэпер Джей-Зи какую-либо информацию о рождении малышей скрывают. У пары уже есть пятилетняя дочь Блю Айви Картер. Индийская авиакомпания Jet Airways подарила бесплатные перелеты малышу, который появился на свет на борту ее самолета. Причем так называемый свободный проход пожизненный. Лайнер летел из Саудовской Аравии в Индию. Схватки у женщины начались после пяти часов перелета. Среди пассажиров оказался фельдшер. Он и помог принять роды на высоте более 10 километров. Четверо граждан Великобритании случайно пересекли границу Финляндии и России. После турнира по спортивному ориентированию они оставили машину недалеко от границы и пошли гулять. И когда вернулись к своему автомобилю, их задержали финские пограничники. Объяснили, что британцы 15 минут бродили по территории другого государства. Инцидент рассматривает прокуратура Финляндии. Израильские археологи расшифровали записку, которой 2600 лет. Оказалось, неизвестный написал на керамическом осколке, что хочет вина. Ученые предположили, речь идет о поставках напитка. Человек требовал доставить вино в военный гарнизон города Арат. Осколок нашли еще в 1960 году. С тех пор ученые бились над его расшифровкой. Ну что ж, таким был этот понедельник. Хорошего вам вечера, легкой недели. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова